Объявленная новая приватизация, тогда тот, кто подпишет этот документ, он государственный преступник. Уважаемые олигархи, все претензии к Ельцину и Чубайсу. Они вас накололи как пацанов и подставили вам краденую собственность. Они не имели права по закону ее выставлять на аукционы. Вдруг Мишустины правительства нарушают уголовный кодекс. А если президент нарушает уголовный кодекс, закон для всех один, на той основе Конституции. То есть получается, что Конституция запрещает правительству продавать и приватизировать федеральную собственность. Вот тогда будет перехват управления в рамках действующего основного закона. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы находимся на канале Перехват управления. И у нас по скайпу Игорь Алексеевич Гундеров, доктор медицинских наук, профессор, кандидат философских наук. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Приветствую вас, Виктория, и наши подписчики, жаждущие перехвата управления. Игорь Алексеевич, мы продолжаем с вами тему Конституции. И в этот раз вы хотите нам поведать об экономической стороне Конституции. Вам слово. Да, этот вопрос имеет важнейшее значение при перехвате. И нам необходимо знать, где союзники, где враги, с тем, чтобы не подскользнуться и не направить нашу энергию по ложному пути. И вот здесь еще раз напоминаю некоторые в комментариях, зачем заниматься разговором, нужно дело делать. Так вот, дорогие мои, мы с вами обсуждаем Конституцию не для того, чтобы разобраться в ее юридических тонкостях. На это я не стал бы тратить дорогое время, мое и ваше. А тогда зачем? Чтобы предложить светлым силам в борьбе с темными силами меч, щит и знамя, которые имеют безусловную легитимность. Вот мы должны найти какие-то лозунги, которые все понимают, к чему мы призываем, а в то же время пригласить нас туда, куда пригласили Платошкина, оснований не будет. И вот здесь одним из лозунгов будет «Жить по Конституции», кто возразит? «Все на защиту основ конституционного строя», кто возразит? А кто попирает основы, вот тоже начинаем мы тогда уже обращаться и в адрес государственных структур. Тот, кто попирает, тот есть злостный государственный преступник. А на это, извините, 10-й раздел Уголовного кодекса. И вот тогда, мягко-мягко говоря, вдруг Мишустин и правительство нарушают Уголовный кодекс. А если президент нарушает Уголовный кодекс, закон для всех один, на той основе Конституции. И вот сейчас в условиях антироссийских санкций и резкого сокращения бюджета, а это уже бьет нас по карману, где найти деньги? И вот один из набирающих обороты лозунгов – довести приватизацию до конца, приватизировать то и что не приватизировано, причем на полном серьезе, на все форумы, включая петербургский. А что такое приватизация? И вот, дорогие мои, вы, кто нас уже слушает неоднократно, я знаю, что перед вами Конституция. Возьмите листик бумаги и карандаш, мы с вами занимаемся скучной работой. И я немного буду нудно, как педагог, потому что это альфа и омега, перехвата управления и выбора правильного вектора движения, алгоритма действий. Так вот, теперь разбираемся с понятиями. А что такое приватизация? Это продажа общественной собственности, а какая бывает? Федеральная, региональная и муниципальная. В частные руки. То есть смена хозяина. Я еще философ, и поэтому через это важно нам разобраться с понятиями, чтобы тоже оперировали точно, понимали, о чем идет речь. Так вот, это смена хозяина или владельца. Где федеральная собственность, кто хозяин федеральной собственности? Народ. То есть страна. И здесь государственная собственность, это собственность народа или страны. Еще такая особенность. У нас слово государство используют в двух смыслах, и люди часто путают. Поэтому запомните, в широком смысле государство это страна. Например, государство, члены организации объединенных наций. Это страна в целом. И здесь государственная собственность, это общенародная собственность. А есть еще понятие государство в узком смысле, это правительство. И в английском языке на эту тему есть два понятия. State, это государство как страна, и government, это государство как правительство. Так вот, у правительства собственности нет. За исключением своих авторучек и гаджетов. А дальше у собственности есть еще две функции, о которых мало кто осведомлен. А именно, это пользование и управление, и распоряжение. Например, парень, у него есть деревня, деревня. И он хозяин, он собственник этой деревни. Он ее владелец. А чтобы управлять, он же не будет постоянно там находиться. Он нанимает управляющего и передает ему функции управления или распоряжения собственности. Значит, барин остается собственник как владелец, а управленец становится, приобретает часть собственности как управленца. Плюс еще он часть собственности как пользователя. У него есть пристройка хозяйская, у него есть упряжка лошадиная. И вот тогда получается, собственность состоит из владения, только владелец может продать, пользования и распоряжения. Или еще пример. Дедушка выиграл машину, автомашину. Он владелец. Он отдает ее внуку, и внук пользуется напропалую. Но иногда дедушку куда-то подвезет. А плюс еще может внук уехать на Дальний Восток и распоряжаться этой машиной, и дед больше ее никогда не увидит. И все это в рамках закона. За исключением того, что внук не может продать. Чтобы продать собственность, нужна генеральная доверенность. И в масштабах страны такой генеральной доверенности является всероссийский референдум, на котором подавляющее большинство говорит. Можно, я согласен, продавай. Дальше. Причем, закладывать в качестве аукционов может только собственник-владелец. И все соответствующие банки, перед тем, как взять залог, они проверяют. Это владелец закладывает или мошенник. Вот такие юридические базовые тонкости. И вот теперь, да, еще что. Открываем статью 36-ю, пункт 2-й. Вот здесь как раз перечисляется. Владение, пользование и распоряжение. Теперь вы знаете, что владение, пользование и распоряжение – это разделить различные функции собственности. Так вот, они могут относиться к природным ресурсам и распоряжение землей. Если это не наносит ущерба окружающей среде и другим людям. Итак, в конституции записаны эти три функции. Дальше. Теперь переходим к приватизации. А правительство имеет право продавать федеральную собственность? Приватизировать оно имеет право. Вот перед этим мы с вами разобрали, что такое собственник и какими функциями он обладает. Может ли правительство менять одного собственника, федерального или народа, на другого, частного? А для этого открываем статья 114, пункт Г. Так вот, правительство, какими обладает функциями, осуществляет управление федеральной собственностью. И вот тогда вдруг, посмотрите, у меня глаза открылись, когда вот это мне юристы сказали. То есть получается, что конституция запрещает правительству продавать и приватизировать федеральную собственность. Оно на это не имеет права. Оно может только управлять, как барин управляющий. Барин доверяет управляющему, и управляющий не может продать деревню или заложить ее. И точно так же здесь правительство не может продавать федеральную собственность. А получается тогда, вся проведенная приватизация, вы посмотрите, насколько мощно оказывается наша конституция. Я все время ее защищал, вернее, вначале, как и все, в нее плевал. А потом, обнаружив, какие здесь великолепные положения, насколько она нас вооружает конституционным законом. Вся проведенная приватизация антиконституционна. Более того, по конституции, открываем статью 8, пункт 2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. То есть, конституция свято защищает в лице государства, которое должно защищать все виды собственности. Не только частную, нам говорят, частная собственность священна. Так вот, по конституции священно и неприкосновенно любая законно приобретенная собственность. А это уже совершенно другой разворот. И вот тогда уже можно там, где президент и Мишустин предлагают приватизировать, спокойно начинать читать статью Уголовного кодекса. По про-антигосударственную деятельность. Дальше смотрим. Вот вам получается меч. Причем мы одновременно у нас щит. Возразить невозможно. И мы мечом начинаем рассекать вот те сети, которые сплели нам темные силы. Это моя самая любимая часть. Да? Да. Ну, я там чувствую. Давайте. Дальше. В том числе, а что у нас было в прошлом? Приватизационные чеки. Помните ваучеры? Так вот, оказалось, что выпуск ваучеров, они были указом президента. А у президента нет таких функций выпускать ваучеры. А тогда еще, это в 91-м году, по-моему, тогда еще был РСФСР, парламент. И там парламент не принимал закона о ваучерах. Получается тогда, что и эта приватизация ваучерная незаконна. Ее значение, как там говорят юристы, ничтожно. Дальше. Теперь, после того, как мы разобрались, что собственность имеет три свойства, в таком случае нашим лозунгом должна стать не национализация. Вот сейчас все левые силы говорят о национализации. А мы с вами видим, а национализация это что? Вот у нас фраза бытует. Отнять и поделить? Вы хотите у собственников отнять их собственность? Да ничего подобного. Мы начинаем говорить о реституции, исходя из того, что вот я описал, и что как базовыми положениями в Конституции, мы начинаем говорить о реституции. Не отнять и поделить. А что такое реституция? Это возвращение насильственно отторгнутой собственности. Мы не покушаемся на собственность у Ротенбергов, у Абрамовича, у Дерипаски. Нет. Мы просто говорим, отдай нашу собственность. А он начинает говорить, я их купил на залоговых акционах. Вот еще отдельный раздел. Что такое залоговые акционы? Это олигархи дали деньги правительству, причем эти деньги положили в свои банки, с тем, чтобы правительство в качестве залога, вот если правительство не сможет выплатить там небольшие суммы, десятикратно меньше, чем стоимость этих залоговых акционов по предприятиям. Так вот, если государство не в состоянии выкупить эти залоги, тогда олигархи забирают эти предприятия. А мы-то теперь видим, да, причем они еще деньги положили не в нацбанк, а в свои мелкие банки. А мы теперь видим, это лохотрон. Не то, что вот они грубо обманули в рамках закона. Закона такого нет. Более того, закон запрещает закладывать и передавать в другую собственность то, что принадлежит государству. Соответственно, все претензии, которые они будут предъявлять, это точно так же можно сказать, вот они-то думали, что обманули народ, вот, а на самом деле их невольно Ельцин и Чубайс их накололи, как детишек, как лохов. Потому что они взяли у них деньги, а собственность-то не подтверждена, что это собственность правительства. Эта же собственность была заложена не Ельцина и не правительства, а собственность другого собственника. А чтобы заложить или продать собственность федеральную, я уже сказал, должна быть генеральная доверенность. Ну вот как на машину. Машиной можешь и пользоваться, распоряжаться и продавать. Но для этого должна быть генеральная доверенность от народа. И получается в таком случае, что олигархов накололи. Игорь Алексеевич, но это не мешало им 30 лет так прекрасненько жить на эту собственность? Вика, вот здесь ключевой вопрос, который мы потом в следующий раз будем, кому принадлежит власть. Вот когда будет у власти светлые силы, я говорю, мы в рамках закона, в рамках легитимных правил скажем, уважаемые олигархи, все претензии к Ельцину и Чубайсу, они вас накололи, как пацанов, и подставили вам краденую собственность. Они не имели права по закону ее выставлять на аукционы. Они будут говорить, а мы деньги, а мы скажем, прости, пожалуйста, ты еще нам заплати. Вот за те 30 лет, которые ты эксплуатировал, и упущенная выгода. Еще просчитаем столько, что они скажут, господи, отстаньте, берите, берите, и никаких претензий нет. Вот что позволяет нам эта конституция. Более того, а мы располагали ли народ правом собственности в новой конституции? Это же мы были собственниками по советской конституции. А вот теперь смотрим тогда 67-й пункт 1. Российская Федерация является правоприемником, то есть мы там были собственниками. Дальше здесь еще в конституции есть положение, что собственность, она священна. Она, вот то, что принадлежало барину, пришла советская власть, а его собственность все равно сохраняется. Вот если помните, была прекрасная актриса, латышская Вия Артмане, и у нее был дом, который она купила, он когда-то принадлежал там в начале 20 века кому-то. И вот родственники того, кому-то приехали в Латвию, и у нее отобрали, выгнали ее из дома, потому что вот она, реституция. И точно так же здесь народ-собственник и право собственности не меняется с приходом. Более того, я уже сказал, что согласно этой вот поправке 67-й пункт 1, Российская Федерация является правоприемником Союза СССР, то есть право собственности, оно принимает в соответствии с другими позициями, где она правоприемница, на своей территории. И соответственно все претензии к нам, народу, в данном случае нелегитимны. Мы являемся собственником, и у нас эту собственность отняли. Поэтому по закону мы ее возвращаем назад. Дальше еще что. Статья 114 пункт Е. Конституция осуществляет меры по обеспечению законности прав и свобод граждан на охране собственности. То есть Конституция охраняет собственность. То есть мы со всех сторон защищены для того, чтобы активно вот в обществе сейчас начинать до людей доносить, что приватизация незаконна. Это все продолжает быть нашей собственность. Объявленная новая приватизация, тогда тот, кто подпишет этот документ, он государственный преступник и подлежит преследованию по уголовной статье ту главу, которую я уже назвал. Статья 35 пункт 2. Каждый вправе иметь общество и собственности, владения и пользования распоряжения, как единолично, так совместно с другими лицами. И дальше, пункт 3, статья 35. Никто не может быть лишен своего имущества, а никто это личность, коллектив, регион, муниципалитет, страна. Так вот, никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. То есть, перед тем, как решиться отнимать, необходимо решение суда. Принудительное отчуждение, что и произошло у нас в течение этих лет, посмотрите, как точно Конституция эти болевые места отмечает. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Если ты у меня отбираешь все, то будь добр, заплати, и не в тех миллионных, а в триллионных суммах. И право наследования гарантируется. Теперь следующий вопрос. Вот мы, тоже у нас такое ощущение, что надо национализировать. Это вот то, что ушло олигархам. А вот сейчас многие компании, мы требуем национализации недр, природных ископаемых. Ошибка. Недра и природные ископаемые принадлежат нам. И никто их не приватизировал. А тогда почему за добычу нефти, газа нам достается сголькин нос? А вот как раз право владения и распоряжения. Владения, пользования, распоряжения. Значит, мы являемся владельцами нефти, газа и природных ископаемых, но они, когда они в земле, они защищены конституцией. А когда их подняли, это вот уже хитрости. Когда их достали из земли, это уже не недра, это уже продукция. Был даже вот такой закон о разделе продукции. То есть все недра принадлежат народу. А мы только в виде концессий западных разработчиков, потому что у нас тогда ничего не было, пригласили. И они доставали нефть и газ, а как только достали, это уже продукт. Это уже не недра. И можно продавать по любой цене, оставляя населению, населению, помним мы с Дмитрием Семеновичем Львовом, тогда вот он за природную ренту, чтобы многократно ее увеличить. Но так особенно и не получилось. И Путин в начале нулевых, он выгнал всех иностранных пользователей. Но от этого народу не легче. Просто на место иностранных эксплуататоров пришли наши эксплуататоры, и они точно так же получают наши природные ресурсы, но достав они превращаются уже в товары. И в результате вот большинство наших крупных компаний, там 50 и больше, акций принадлежит государству. Но государство в данном случае в составе лица олигархов, вот оно и выполняет, использует функции пользования и распоряжения собственностью. Поэтому в данном вопросе ключевым является уже не экономика, а власть. И вот тогда заканчивая нашу встречу, хочу подчеркнуть, Конституция однозначно говорит, что вся проведенная приватизация преступна, мягко говоря. И соответственно необходимо проводить сейчас расследование, кто в этом участвовал. Но я сомневаюсь, что это будет кто-то проводить из власти, поэтому некоторые говорят, на кого вы рассчитываете, кому вы обращаемся, мы обращаемся к светлым силам, а не к существующей власти, потому что они бенефициары во всех этих процессах. И поэтому, когда подойдет час ЧИ, необходимо срочно открывать Конституцию, те статьи, которые перечислил, для того, чтобы осуществить акт справедливой реституции. Вот тогда будет перехват управления в рамках действующего основного закона. Игорь Алексеевич, скажите, вот эти олигархи, если они все это услышат, они не испугаются, или им вообще плевать на народ, или все-таки тоже их нельзя вот так вот загонять в угол, ведь это опасно? Нет, они в рамках существующей власти понимают, что все, что мы говорим, это слова. И поскольку коллектив сплоченный, и друг другу помогают, поэтому для них совершенно безопасно. и наивно полагать, включая, я уже говорил несколько раз, солидарная экономика, сейчас подключаться, чтобы мы тоже участвовали в акциях, миноритарные акционеры, вот если там их 4-5, владеют 60% акций, а мы пару миллионов подписчиков имеем 2% акций, можем участвовать в собраниях, но это детский разговор. Поэтому для них это совершенно сейчас при той системе власти, поэтому они все и существуют как единый организм. Совершенно безвредно. То есть, в принципе, им плевать на народ? Им плевать абсолютно на то, что я сказал. Но моя задача, мы теперь можем громко говорить, вот цель, цель наших, наш инструмент какой? донести до людей информацию, которая позволяет громко говорить и создавать общественное мнение. Это вот не просто требовать национализации, национализации. Нет, ты верни украденное у нас. А это уже по-другому звучит. На каком основании правительство ты собираешься продавать, ты не имеешь права? Это уже абсолютно иное восприятие той информации, которую мы обсуждаем. И еще самое важное, знать, кто подпишет вот этот закон, который они сейчас принимают. Да, и тут же вслед можно написать запрос. Это вот отдельно потом наше подключить юристов. Это я пока вот не юрист, возможно, где-то у меня ляпы были в моем изложении. Вот теперь собрать группу юристов и убедившись, что на самом деле Конституция позволяет нам наступать, причем, подчеркиваю, не с винтовкой против танка. А по закону. А по закону. И притянуть нас к ответственности можно, конечно, постараться, но для этого мы должны более изящно. Вот пока что я все говорил, это все в рамках Конституции. Поэтому это и есть действительно наше оружие. Спасибо, Игорь Алексеевич. Друзья, с нами был Игорь Алексеевич. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok